Польша душит Украину в своих объятиях. Мандат на оккупацию западной территории в Варшаве так и не получили. При этом аппетиты никуда не делись и гиена Европы продолжает последовательно двигаться к своей цели. Как с этим связаны массированные обстрелы с Запорожской атомной электростанции? Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот». Давайте разбираться. Украинская армия практически ежедневно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, которую на данный момент контролируют российские военные. Ситуация действительно критическая. Повреждение инфраструктуры станции может привести к последствиям, которые значительно превысят масштабы трагедии от аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Официальный Киев традиционно утверждает, что русские обстреливают сами себя. О многом говорят заявления, что безопасность станции может быть обеспечена только после полного вывода российских подразделений и введения миротворческого контингента. Фактически киевский режим, пытаясь вовлечь в конфликт третью сторону, устраивает ядерный шантаж в центре Европы, нанося ежедневные удары по атомной электростанции. При этом важно понимать, о каких миротворцах на самом деле идет речь. Зеленский таким образом растилает красную ковровую дорожку для польских военных. Не просто так они лобызались с Дудой в Верховной Раде и вводили особый статус для поляков на Украине. Есть уже договоренности между Украиной и Польшей. Есть юридическая база для того, чтобы фактически Украина превращалась в протекторат Польши. И под видом миротворческого контингента легко ввести польские войска. На самом деле Зеленскому и Дуде даже не принципиально вводить польских миротворцев именно на Запорожскую атомную электростанцию. На данный момент создается прецедент для обоснования подобных действий на двух станциях, которые расположены в Западной Украине. Все в лучших польских традициях, без права на справедливость. В это же время форсированными темпами идет техническая подготовка инфраструктуры. Укренерго радостно рапортует в своих социальных сетях о том, что они совместно с польским оператором системы передачи электроэнергии восстанавливают межгосударственные линии электропередач. Ввод линий в эксплуатацию позволит увеличить поставки электроэнергии из Украины в Польшу с 215 до 1000 мегаватт. Так сказать, к вводу эксплуатирующие организации готовы. Аналогичная ситуация складывается практически во всех сферах экономики. Польша, пользуясь сложным положением украинских сельхозпроизводителей, организовала скупку их продукции по заниженным ценам. Таким образом, украинские предприятия ставят на грань банкротства и скупают их активы и землю по бросовым ценам. Поляки мастерски воспользовались тяжелым положением украинцев, чтобы скупить их активы. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Мы знаем, что пахотные земли практически уже на 30% принадлежат американским компаниям. Ну вот теперь и оставшиеся активы скупают поляки. Открытым остается вопрос, в чьей юридической собственности находятся те самые атомные электростанции, расположенные на Западной Украине. Мы ведь прекрасно помним, что даже золотовалютные резервы страны уже давно отправлены в Польшу. А там ведь знаете, как в мультике про золотую антилопу. Все деньги смешались, и как же теперь отличить польское золото от украинского? А свое добро поляки отдавать не намерены. О дружбе до гроба. Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». «Скриншот».